Всем привет, мои дорогие друзья! И сегодня у нас с вами стартует жуткий марафон. В этом ролике я буду читать готическую новеллу Джозефа Шеридана Лайфаню Кормила. А сейчас мы с вами погуляем по фикс прайсу и я покажу, какие осенние новинки завезли и какая красота для украшения этой октябрьской атмосферы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А тут я не удержалась и решила вам показать книжные новинки, которые завезли. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Дальше А мне кажется дальше что-то будет Ниспроста они появились в этом доме Вот мы будем с вами читать Уже наверное ближе к вечеру сяду читать Даже уже ночью скорее всего сяду читать И потом вам я расскажу как мне эта книга Но мне пока что нравится Так очень очень интересненько читается Итак я только приехала вот вечером сейчас домой И я решила почитать призрака Ивана Сергеевича Тургенева И я уже прочитала из этого сборника два рассказа Вот второй сейчас дочитываю Это Хауст в дороге И один поездка по лесу я уже прочитала И как мне нравится язык Тургенева Я прям это вот книга этот сборник Это прям глоток свежего воздуха И я прям настолько рада что Что он у меня и что я его читаю И это немного не классический Тургенев Но какой же язык Но как красиво Как мне это нравится И я прям очень рада что Тургенева и других наших классических писателей Издают не только с классическими их произведениями Но и вот такие дополнительные какие-то сборники Что можно познакомиться с Тургенем и с его малой прозой И вот именно в поездках по лесу роман Может сюжет не такой захватывающий Но там меня больше поразил язык Прям язык это красота красота Вот так что наверное я не успею все прочитать Просто вот так вот параллельно вам рассказываю Что мне очень понравится этот сборник И я надеюсь что дальше О других рассказах я тоже самое буду ждать Уждать Музыка 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 Дочитала я Кармилу, и мне очень понравилось, в том плане, что да, это было не страшно, но это было интересно и очень-очень атмосферно. Это книга о вампирах, так что её можно спокойно брать в какой-нибудь, если будет какой-то марафон, где нужна книга про вампиров. И это, конечно же, тайна, это готический роман, это, конечно, во мне Дафна и Дю Мария, но мне очень-очень понравилось, потому что я к этой книге подходила, что думаю, ну, что-то мне, наверное, не понравится, потому что очень много отзывов, что кому-то чего-то не хватило. Я знаю, кому чего не хватило, скорее всего, каких-то ужасов, какого-то накала, но по мне, я её даже читала ночью, и очень вполне вот всё, что нужно для меня в этой книге было. Тем более она небольшая, 120 страниц, читается очень легко, и мне понравилась главная героиня, она такая интересная, от её лица, и как раз ведётся повествование. И вот эта вот тайная, загадочная фигура Кормила, кто это такая, что это за девушка, это, знаете, такой троп, когда появляется какая-то незнакомка или, в общем, вхожая в семью, и вот начинает происходить что-то странное, вот это в этой книге есть. Также мне хочется прочитать тайна гостиниц, следующий такой небольшой роман и рассказ, но уже, может быть, не в этом году или, ну, не в марафоне точно, но обязательно к нему вернусь, хочется мне прям прочитать. Мне кажется, этот рассказ будет даже более интереснее. На этом моё видео подходит к концу, я надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, поддержите это видео. А я вас всех очень сильно люблю, и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok